Всем привет! Вы на канале Цветик Семицветик! Сегодня мы с вами изготовим непотопляемые брелки на 23 февраля. Из голубого и белого фоамирана вырежем три одинаковых якоря. Голубой якорь приклеим на термоклей к белому. Подделка становится толще, а срез двухцветным. Мы специально утолщаем якорь, чтобы он был плотным и красивым. Теперь к белому якорю нужно приклеить еще один, голубой, с другой стороны. Якорь стал еще толще, а срез полосатым. Также склеим между собой пять кружочков в шахматном порядке. Посмотрите, какой полосатый срез у нас получится. Теперь нам надо сделать отверстие в якоре и в кружочках. В якоре сделаем с помощью дырокола, а в кружочках сделаем отверстие с помощью шила. Эти две детальки нам нужно соединить между собой лямочкой. Просунем ее сначала через отверстие в кружочках, затем в якоре и снова через кружочки. Теперь нам надо завязать узелок, отрезать лишние кончики и протянуть узелок в отверстие в кружочках, чтобы он был спрятанный. Осталось прикрепить кольцо для ключей. Первый брелок-неподопляйка в виде якоря у нас уже готов. Для второго брелочка нам нужно три кольца одинакового размера. Их тоже склеим между собой. Каждую сторону украсим четырьмя красными полосками, крест-накрест. Получается спасательный круг. Три маленьких кружочка тоже склеим между собой. Детальки готовы. Они получились толстенькие и с красивым срезом. Теперь сделаем отверстие. В спасательном круге пробьем отверстие дыроколом. А в маленьком кружочке отверстие сделаем шилом. Соединим две детальки лямочкой. Точно так же, как соединяли детальки у первого брелка. Завяжем узелок и срежем лишние кончики. И продвинем узелок в отверстие маленьких кружочков, чтобы он был спрятанный. Вот и второй брелок-неподопляйка готов. Давайте проверим, утонут они или нет. С такими брелочками ваши ключи всегда будут в сохранности. Вот такие замечательные брелочки у нас с вами получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока.